Доброго времени суток, подписчики и гости канала Фиалки на Стравок. С вами Елена. Дорогие друзья, сегодня я прибираюсь на полочках на стеллаже. Мне нужно прибраться на двух полках со стандартами. Здесь очень много цветущих фиалок. Я их все буду доставать, чтобы налить в воду фитильные емкости. Ну и такая удобная возможность показать каждый сорт вам отдельно в фотозоне. На этих двух полочках очень много цветущих сортов, поэтому захотелось вам их показать. Просто так вот тратить время, чтобы достать фиалки с полки, все показать, потом обратно поставить. Как-то вот времени не хватает. А вот когда поливка идет, тут в общем-то удобно. Совмещение сразу же и поливаю, и сразу могу показать вам. В конце видео я вам покажу свою грустинку. У меня лист дал несколько деток, и вот первые три зацвели. Зацвели, к сожалению, с портом. Кому интересно, что это за сорт, смотрите это видео до конца. Сорт Л.Е. Жанна. В начале цветения пестролистная розетка. Сорт стандартный. Зимнее цветение сорта мне совсем не нравится. Нет махровых цветов, как они были до этого осенью. И розетка очень большая, практически лошадка. Около 40 сантиметров в диаметре. Всего скорее черенки у листьев очень длинные. Хотя подсветка хорошая. Понаблюдаю еще за этим сортом, но пока я не особо в восторге от него. Первое цветение мне понравилось. Ну а сейчас как-то не очень. Может просто действительно зима. Сравним, что будет летом. Любимый многими промышленный сорт Рапсодия Клементина. Сорт стандартный. Розетка довольно-таки крупная. Цветет всегда шапкой. Такой беспроигрышный вариант для новичков. Цветет долго, поэтому цветочки уже не такие яркие, как в начале цветения. Сегодня уже несколько цветочков с него сняла. Они немножко искрятся. Вы видите сейчас на камеру. Вот такие вот искрящиеся в свете подсветки. Красивый сорт. Очень красивый, простой. Поэтому в коллекции наверняка будет долго. Давно вам не показывала сорт Ватт Амазонка. Сорт стандартный. Розетка пестролистная. Цвет цветочков зависит от освещения. Иногда говорят, что он температурозависимый. Но летом даже в прохладе цветы яркие. Всего скорее он не температурозависимый, а именно зависит от яркости освещения. Вот такой вот красивый. В полном распуске я вам его редко показываю. Стоит на нижней полке стеллажа, забытый. И попадает ко мне в камеру только когда я поливаю. Вот сегодня я его решила достать и вам показать. Сорт Лили Нуаш. Новинка моей коллекции. Одну из розеток, которая первая зацвела, я уже вам показывала. Это зацветает вторая розеточка. И тоже по сорту. Очень красивые яркие цветы, полумахровые. Мне она нравится уже в первом цветении. Во втором будет еще лучше. Розетка будет некомпактная. Наверное, будет все-таки крупный стандарт. Но посмотрим. Потому что когда повзрослеет, может укомпактиться. Еще есть несколько молодых розеток. Еще не цвели. Поэтому кто по рыбинску и кому нужен такой красивенный сорт, пишите пожалуйста в личку, в Одноклассники, в ВКонтакт, в Ватсап. Куда вам удобно. Химера АВ, унесенная ветром. Не люблю я вам этот сорт показывать, потому что цветочки не уложишь. Шапочкой не цветет. Все время вот такая развалюшка. Но цветы красивые и очень интересная форма цветов. Цветы искрятся в свете подсветки. Но вот не могу вам сейчас показать. Камера не передает вот этих вот искринок. Хотя немножко видно. Сорт стандартный. Розетка средний стандарт. Я бы не сказала, что она крупная сильно. Сорт цветет постоянно. Я вам его показывала. Говорила, что цветает. Но она снова дает бутушки. И цветет, цветет, цветет. Она цвела декабрь, цвела январь. Сейчас начало февраля. Смотрите, у нее опять бутоны. То есть вот такой сорт, который практически постоянно цветет. Пока не знаю, оставлять ее в коллекции или нет. Цветы нравятся. Но от того, что нет шапочки, вот такая развалюшка. Как-то мне это не особо нравится. Но есть до лета время подумать. Дубль розетка. Сорт оптимара Эверпришец. Хотела вам ее показать. Только потому, что она стояла в более прохладных условиях. И у нее зеленца даже на верхних лепесточках. Конечно, на фитильном поливе не надо в такой прохладе держать розетки. Но вот так получилось в эту зиму. И вот этот сорт выдержал. Нет некроза ни на одном листике. И вот эта вот красивая салатная кайма. Шикарный сорт. Я вообще думала, что он уйдет быстрее в спорт. Но вот у меня две розетки. И они обе вот так вот держат цвет. Понравился сорт. В детках его не будет. Ну а листья свежим срезом вы можете купить. Сорт ПТ Юная пастушка. Зацветает розетка, которая выращена из цветоноса. Цветы, конечно, огромные, шикарные, полумахровые. В первом цветении цветоносы очень длинные. Но это все устаканится. Это, в принципе, не страшно. Вот, смотрите, это один цветонос. Это столько огромных полумахровых цветов. Вообще, шикарный сорт, шикарные цветы. И прилистники такие большие, что можно еще такую красоту вырастить. Цветочки до 8 сантиметров в диаметре. Белый цвет очень яркий и искрится. Но камера тоже этого, к сожалению, не показывает. Действительно достойный, красивый сорт. Листики свежим срезом этого сорта будут. Стандартный сорт Р.С.Пьеро. Показываю я вам его крайне редко. Зимнее цветение мне у него не особо нравится. Потому что цветоносы длинные и цветы не такие яркие, как летом. Летом вот эти вот горошки, которые на синем фоне, они более яркие и их больше. А сейчас вот такое вот скудное цветение. Но все равно решила вам показать. Потому что в следующий раз буду поливать через 2 недели. И не знаю, в каком состоянии будут вот эти цветы. Розетка средний стандарт. Я бы не сказала, что она особо крупная. Но цветы, конечно, держит. Цветоносы толстые. Вот смотрите, как держатся цветы. Летом собирает шапочку. А зимой вот такая вот прелестная развалюшка. Меня устраивает этот сорт и летом, и зимой. Вообще я люблю глазастики. А глазастики с горошками еще интереснее и красивее. Сорт в коллекции будет. Деток не будет этого сорта. Но листики свежим срезом на лето будут. Красивый узнаваемый сорт АВ просто космос. Шикарный сорт. В зимнем цветении у меня это уже полный распуск. Сегодня посмотрела, нет ни одного бутончика не раскрытого. Цветы сорт держат. Цветы легкие, яркие и никогда не валяются под листьями. Летом собирает хорошую шапочку. На цветоносе в среднем три цветочка. Но бывают два, бывают и четыре. Сорт фантазийный. Розетка вот сейчас уже средний стандарт. Уже немножко поукомпактилась. Ну а по первости, конечно, была большая. Были большие череночки у листьев. Красивый яркий сорт, конечно, в коллекции однозначно будет. Хочу вам показать две спальтяжки. Это спорты от моей новинки МТ Дыхание Ветра. Расцвели первые три розетки и все три спортовые. Вот такие вот цветы. Ни один цветок не похож на сортовое цветение. Фотографию сорта из интернета, как он должен цвести, я поставила. И, к сожалению, все три розетки вот такие. Где-то полосатые цветы, как химерные. Ну а где-то просто вот такие белые с небольшими цветными вкраплениями. Очень, конечно, жалко. Вот смотрите, точно так же цветет. И белые цветы, и с полосками. Третья розетка точно такая же. Она в другой комнате стоит. Я на нее внимание пока не обращаю. Но она вся в цвету. Она первая зацвела. Там цветы большие, но вот не сорт. Так что очень жалко. Не знаю, или сорт недостаточно проверенный, или очень спортивный. Пока еще трудно сказать. У меня еще восемь деток есть этого сорта. Поэтому буду смотреть, как будет дальше. Уж из восьми-то, надеюсь, хоть одна будет сортовой. Вот на этом на сегодня и все. Спасибо, что заходили ко мне на Островок. Всем пока-пока.